Тема нашего сегодняшнего выпуска – силиконовые раки. Мы выбрали 13 наиболее важных и интересных, на наш взгляд, вопросов по силиконовым ракам. Ответ на каждый вопрос у нас будет занимать около двух минут. В конце 80-х годов прошлого века широкое распространение стали получать силиконовые твистеры, веброхвосты и черви. Чуть позднее к этим приманкам присоединились всевозможные имитации ракообразных. Сегодня силиконовые имитации раков занимают значительную нишу во всем рынке силиконовых приманок. Вопрос номер один. Зачем нужны силиконовые раки, если есть твистеры, веброхвосты и черви? Несомненно, среди всех рыболовных приманок наибольшую известность среди отечественных рыболовов приобрели твистеры, веброхвосты и поролоновые рыбки. Немного менее известны черви. Если посмотреть на западных рыболовов, то оказывается, что у них помимо традиционных твистеров, веброхвостов, червей, существуют еще всевозможные приманки креатуры и приманки под названием раки. Причем можно сказать, что раки на западе не менее известны, чем традиционные твистеры и веброхвосты. В принципе, любая спиннинговая приманка всегда что-то имитирует. Если взять твистер, то твистер имитирует пиявку. Если взять веброхвост, то веброхвосты в большинстве своем имитируют рыбку, настоящую живую рыбку. Черви, естественно, имитируют самих червей. Если говорить о раках, то раки, естественно, тоже имитируют именно раков. И раки – это очень и очень хорошие приманки. Почему? Потому что если почитать труды Сабанеева, то оказывается, что он считал раков и раковую шейку одной из лучших насадок для ловли практически любой и хищной, и мирной рыбы. Поэтому раки – это очень и очень эффективные приманки. Мало кто знает, не надо пытаться их сравнивать с традиционными твистерами и веброхвостами. Это совершенно другие приманки. И именно в этом заключается их сила. Вопрос номер два. Почему силиконовые раки имеют такие странные раскраски? Почему нет ярких белых или лимонных раков? Действительно, если посмотреть на ассортимент фирм, которые производят и занимаются торговлей всевозможными имитациями силиконовых раков, то можно увидеть всевозможные расцветки. И в основном это расцветки темных тонов. Это темно-синие, фиолетовые, коричневые, с оттенками красного расцветки. Если присмотреться к настоящему живому раку, то оказывается, что все живые раки имеют оттенки темного. Причем этот оттенок раки меняют в зависимости от времени. Замечено, что в течение лета, например, раки могут менять панцирь до шести раз. Соответственно, в момент линьки панциря, когда рак сбрасывает панцирь, у него появляется новый панцирь, и этот панцирь получается более мягкий. И, как правило, линючий рак имеет оттенки фиолетового цвета, фиолетового или синего. Как известно, рыба никогда не прочь полакомиться линючим раком, потому что линючий рак имеет очень-очень мягкий панцирь. То есть его даже не надо разгрызать. Его может линючего рака съесть практически любая рыба, без проблем. И именно по этой причине в продаже гораздо проще встретить раков темных расцветок, чем раков, которые имеют яркие, например, лимонные расцветки или, например, белые расцветки. Вопрос номер три. Почему рыба ест раков? Ей что, не хватает мелких рыбок, пиявок и червей? Как известно, рыба всегда предпочитает самый доступный и самый естественный корм, который есть в наличии в данный момент. Большинство рыбы предпочитает питаться пиявками, червями, маленькими рыбками. Но интересный момент получается. Пиявки, как правило, вводятся в прибрежной зоне, на мелководье. Черви попадают в воду чаще всего после дождей. То есть это не постоянный корм у хищника. Мальки имеют обыкновение мигрировать. А раки – это высококалорийный белковый корм, который рыбы очень любят. И если в водоеме много раков, то хищные рыбы привыкают ими питаться. И у раков есть одна интересная особенность. Они, как правило, придерживаются одних и тех же мест. Поэтому какие-то места. Это, например, участки с твердым дном, с хрящеватым днем, с камнями. Под камни раки залезают, вырывают норы в твердом грунте. Места, где есть коряги. И все это происходит на глубинах от двух где-то до шести метров. В таких местах раки очень любят держаться и держатся постоянно. Рыба, если попробовала когда-нибудь съесть рак, она привыкает к этому корму. И начинает конкретно уже охотиться за раком. То есть рыба всегда предпочитает находиться и караулить раков в местах, где они обитают. Эти места остаются постоянными долгое время. И рыба настолько привыкает питаться раками, что она предпочитает раков очень часто всему остальному корму. Вопрос номер четыре. Есть раки активные, а есть пассивные. Какие из них лучше? В среде силиконовых имитаций раков существует огромное количество приманок с пассивной игрой и с активной игрой. Ну, если взять, например, пассивных раков, то это раки, которые на проводке практически не оказывают никакого сопротивления. И игры как таково эти приманки не имеют. И если взять, например, более активного рака, то такой рак, конечно, оказывает очень сильное сопротивление на проводке. И это сопротивление даже может сравниться с сопротивлением довольно-таки крупной упористой вертушки. В каких условиях нужны одни и другие раки? Дело в том, что лучше всего смотреть на то, как раки двигаются. Раки имеют два варианта передвижения. Рак может ползти. Когда это происходит? Когда наступают сумерки, вечер, ночь, рак выходит из нор на охоту и медленно ползает по дну в поисках корма. Если же рак спасается от опасности, то он обычно двигается скачками. И скачки он выполняет за счет резкого движения хвостом. Он хлопает хвостом и, как ракета, устремляется на какое-то расстояние вдоль дна. Поэтому для того, чтобы успешно ловить рыбу, нужно использовать и активных раков, и пассивных раков. И, соответственно, можно совершенно четко выявить закономерность. Если мы ловим рано утром, поздно вечером, в тот момент, когда раки вылезают из своих нор и начинают медленно ползать по дну в поисках корма, то, конечно, для рыбы более естественно будет выглядеть пассивный рак, который медленно проволакиваем по дну. И у него просто шевелятся клешни, шевелятся ноги. И в случае, если мы ловим днем, когда раки сидят в норах, и, естественно, если рак вылез из норы, то любая хищная рыба попытается его схватить. Рак будет убегать. И для того, чтобы хорошо сымитировать убегающего рака, нужно использовать активных раков, которые на проводке создают сильные колебания, махают клешнями и оказывают большое гидродинамическое сопротивление. То есть они слышны для рыбы с большого расстояния. Вопрос номер пять. Существуют раки с цельным литым корпусом и существуют пустотелые раки. Какой в этом смысл? Если рак литой, то есть изготовлен из цельного силикона, то он, как правило, довольно худосочный. Почему это происходит? Дело в том, что литой рак имеет довольно-таки значительный вес. Силикон все равно имеет вес, а, как правило, в рак еще добавляют всевозможные вкусовые добавки, соль, аттрактанты. Это все имеет вес. И поэтому, если сделать литого рака очень массивным, то он окажется большим, тяжелым. Он будет хуже играть, и, естественно, производитель будет тратить для изготовления таких раков больше материала. А, естественно, все пытаются экономить. И по этой причине появились очень интересные раки, которые имеют полый корпус. Такие раки, вот яркие представители этих раков, они уже более естественно выглядят. Видно, что вот у этого рака, например, то место, через которое проходит крючок, и крючок как бы держится за раком, оно литое. А передняя часть рака, вот там, где панцирь, она пустотелая. И когда нажимаешь пальцами, это хорошо чувствуется. Если посмотреть вот на этого рака, то он вообще практически весь пустотелый. Когда на него смотришь, кажется, что он довольно объемный, довольно тяжелый, но на самом деле он ничего не весит. И особенность этого рака в том, что когда хищная рыба его хватает, она его очень легко сминает. И по усилию сминания вот этот рак, он очень качественно имитирует настоящего живого линючего рака, у которого мягкий панцирь. Мы заметили, что если хищная рыба хватает вот такого пустотелого рака, Ну, данный пустотелый рак изготовлен из съедобного материала, но мы ловили на похожих раков, изготовленных из обычного силикона. И тем не менее, если хищник его схватил, такого рака, он его уже никогда не бросит. То есть он выглядит настолько естественно в пасте у хищника, что рыба очень качественно заглатывает эту добычу. Вопрос номер 6. Существуют раки странных форм с дополнительными элементами и вставками из кабани-щетины. Зачем это нужно? Данные приманки придумали хитрые японцы. По внешнему виду это обычный силиконовый рак с массивными клешнями, который, в общем-то, является полупассивной приманкой. Клешни на проводке вибрируют. Если проводить его скачками, то они просто покачиваются. Но характерная особенность данного рака – это наличие вот этих кабанек-щетинок. Этих раков придумали, как мы уже сказали, хитрые японцы. А японцы – это люди, которые ничего не делают просто так. На проводке вот эти щетинки создают в воде завихрение. И эти завихрения очень качественно имитируют передвижение настоящего живого рака. Живой рак имеет тоже множество усиков, ножек. И когда он двигается, все вот эти выступающие элементы создают в воде завихрение. И, соответственно, рыба привыкает к гидродинамическому следу настоящего живого рака. И вот такая имитация рака очень качественно имитирует передвижение настоящего живого рака. Кроме того, щетинки в тот момент, когда хищник хватает этого рака в пасть, они немножко покалывают в пасте изнутри. И тем самым создают тоже более ощущение натуральной добычи. Потому что рак, он не может быть абсолютно гладкий и мягкий. Если просто взять силиконового рака, то когда его в пасть рыба захватывает, он получается очень мягенький. То есть может вызвать у рыбы подозрения. А вот такие вот щетинки, они гораздо более придают силиконовой имитации рака натуральность. И самое интересное, что вот эта имитация рака, если во время ловли вот эти щетинки теряются, то мы заметили, что количество поклевок на эту приманку уменьшается. Вот вроде бы мелочь, кажется, какая разница. А на самом деле потеряли щетинки, и рыба уже клюет на рака хуже. Вопрос номер семь. Почему большинство имитаций раков изготовлены из съедобного силикона? Тенденция последних лет заключается в том, что практически все производители силиконовых приманок перешли на съедобный силикон. Что такое съедобный силикон? Это силикон, внутрь которого заключен аттрактант и соль. Такой силикон отличается от обычного тем, что когда рыба хватает данную приманку, она сразу чувствует вкус этой приманки. И она ее уже никогда не бросит. И по этой причине, если мы, например, покупаем в интернет-магазине имитации силиконовых раков, а на сегодня существуют имитации всевозможных фирм, то обязательно обращаем внимание на то, из какого материала они изготовлены. И предпочитаем брать именно те приманки, которые изготовлены из настоящего качественного съедобного силикона. Если мы ловим на силиконовой имитации рака, то обязательно придаем значение не только внешнему виду и цвету данных приманок, но и вкусовым качествам. Поэтому силиконовые имитации рака из съедобного силикона гораздо эффективнее, чем такие же имитации из обычного силикона. И если на съедобную имитацию рака хищная рыба попробовала схватить, то есть случилась поклевка, то можете быть уверены, что эту приманку рыба никогда уже не бросит. Вопрос номер 8. Есть раки из обычного силикона, а есть из такого силикона, который сильно растягивается и не рвется. Что это за неубиваемые раки? Вообще силиконовые имитации раков существуют трех видов. Это раки, изготовленные из рыхлого, качественного съедобного силикона. Существуют имитации раков, изготовленные из обычного силикона. Этот силикон иногда даже в пакетике сбрызгивают аттрактантом, но на самом деле это обычный силикон. Такой рак из обычного силикона гораздо более прочный, чем рак из съедобного силикона. И он выдерживает гораздо больше поклевок до того момента, когда нам нужно сменить этого рака. И есть еще раки, которые изготовлены из так называемого неубиваемого силикона. Вот эти раки. Чем они отличаются от съедобных и несъедобных раков? Эти раки, в общем-то, это тоже съедобные раки. Внутрь этих раков заключена соль и заключен качественный аттрактант. Но особенность материала, из которого изготовлены эти раки, заключается в том, что его можно очень сильно растягивать. Такой рак практически неубиваемый. На данного рака можно ловить целый день, и с ним ничего не произойдет. И если мы ловим в тот момент, когда клев хороший, то мы всегда без вариантов ставим вот этих неубиваемых раков. Большой плюс вот этих раков из неубиваемого силикона в том, что они плавающие. Если мы располагаем приманку на дне, она всегда расположена клешнями вверх. Это очень важно именно в период плохого клева. То есть приманка у нас располагается на дне вертикально, слегка кончиком спиннинга пошевелили, клешни вот так закачались. Хочется только заострить внимание на том, что такие приманки из сильно тянущегося силикона ни в коем случае нельзя хранить с обычными силиконовыми приманками. Если их положить вместе, то этот пластик воздействует на обычный и съедобный, и несъедобный силикон, и начинает его растворять. Вопрос номер девять. Как лучше всего оснащать силиконовых раков? В классическом варианте на Западе раки используются в основном оснащенные на оффсетном крючке и с такими оснастками, как Каролинская и Техасская оснастка. Именно в этом варианте чаще всего применяют силиконовые имитации раков. Мы используем очень активно, помимо Каролинской и Техасской оснастки, помимо оффсетных крючков, обычные джиголовки. На джиголовках раки работают великолепно. Единственный момент только в тех местах, где есть вероятность зацепов, конечно, с открытым крючком не половишь. Поэтому можно использовать шарнирные монтажи с двойником. Но если использовать силиконовых раков на шарнирных монтажах с двойными крючками, то двойной крючок во время проводки заваливается на бок и частенько собирается дна донный мусор. Вопрос номер 10. Какая рыба ловится на силиконовых раков? На силиконовых раков с высокой степенью вероятности может клюнуть практически любая хищная рыба. Это может быть и судак, и окунь, и щука, и галавль, и жерих, и даже сом. Но если быть до конца откровенным, то наиболее эффективно данные приманки работают при ловле судака и окуня. Эти рыбы, можно сказать, без ума от всевозможных силиконовых имитаций раков. И хочется заострить внимание на таком интересном моменте, как ловля судака. В принципе, техасская оснастка и каролинская оснастка, особенно каролинская оснастка, это по сути своей, можно сказать, поводковая оснастка. И если использовать при ловле на раков поводковая оснастка в классическом виде, то в основном на эти имитации раков будут ловиться окуни. И косвенно попадаться изредка судак. Но если использовать каролинскую оснастку, то при ловле с имитациями раков на каролинскую оснастку в основном будет попадаться уже не окунь, а судак. На поводковой оснастке рак очень часто идёт выше дна, и поэтому становится лёгкой добычей окуня. А судак любит, когда приманка идёт или непосредственно у самого дна, или ползёт по дну. Поэтому при ловле на каролинскую оснастку можете быть уверенным, что гораздо чаще вам будет попадаться именно судак, чем тот же окунь. Вопрос номер 11. Почему часто силиконовые раки имеют такие большие размеры? Как правило, мы применяем раков длиной от 2,5 до 3,5 дюймов. Такие раки только на первый взгляд кажутся большими. На самом деле, если говорить вот о таком раке, то его с лёгкостью заглатывает окунь весом около 100-150 граммов. Кажется, что таких окуней надо ловить на более мелкие приманки, но тем не менее, мельчить с размером при ловле на имитации раков не стоит. И если опять же посмотреть на настоящих живых раков, то, как правило, они имеют приблизительно вот такие размеры. И поэтому вот на такого рака очень часто попадаются окуни 150-200 граммов. И очень интересно смотреть, как случается поклёвка. Понимаешь, что это клюёт именно не крупный окунь. Даёшь возможность заглотить, делаешь подсечку. Ну, достаёшь вот на такого рака вот такой окунь. Ну, вроде бы странно, но на самом деле это естественный корм. Рыба к этому привыкла, и не надо этого бояться. Существуют очень маленькие имитации раков. Но такие мелкие имитации, там 1,5-2 дюйма, эти раки уже конкретно предназначены для ловли мелкого окуня. Если вы хотите ловить съедобного нормального окуня, начиная от 100 граммов весом, то, конечно, мельче, чем вот такой рак, использовать силиконовые имитации абсолютно не нужно. Вопрос номер 12. Как правильно проводить силиконовых раков? Для приманок данного типа можно выделить два основных варианта анимации. Это волочение силиконового рака по дну с паузами и ступенчатая проводка. Если используется волочение по дну, то чаще всего применяются пулеобразные грузила. И используется оснастка каролинская, техасская. И еще очень эффективно можно использовать обычные джиг-головки для волочения по дну. Джиг-головка с открытым крючком. Обычная, традиционная, отечественная джиг-головка. Как выполняется проводка волочения? Приманка протягивается по дну на определенное расстояние. Ну, это может быть расстояние полметра, может быть сантиметров 20, ну, максимум метр. Протяжка должна выполняться в медленном темпе. И чтобы понять, с какой скоростью надо протягивать силиконовую имитацию рака, надо вспомнить, с какой скоростью двигается по дну настоящий рак. Он ползет довольно медленно, поэтому не нужно делать быстрые такие протяжки. Рак по дну не бегает, как таракан. Он ползет и довольно медленно. И проволочили по дну, сделали паузу. После волочения рака по дну обязательно выдерживается пауза. Величина паузы может быть от 1 до 10 секунд. В этот момент рак может быть или неподвижен, или можно слегка его оживлять на одном месте легкими подергиваниями кончика спиннинга. Это вот базовая проводка волочения. Ступенчатая проводка рака выполняется следующим образом. Делается или полоборота, или делается один оборот. Максимум делается два оборота катушки. В этот момент приманка у нас подпрыгивает. Причем подпрыгивать она может путем вращения катушки. Или можно поддернуть кончиком спиннинга, и потом сделать этот оборот полоборота или два оборота. И после того, как приманка упадет на дно, обязательно следует сделать паузу на дне. Если мы ловим на традиционные джиговые приманки, или поролоновые рыбки, или твистеры, или виброхвосты, то сразу следует новая подмотка, то при ловле на раков после касания дна выдерживается пауза обязательно. От 1 до 4 секунд. Естественно, как мы уже сказали, эти две проводки, они могут немножко видоизменяться. Но, тем не менее, все равно крутиться надо вокруг этих проводок. И тогда успех при ловле на силиконовые имитации раков вам будет обеспечен. Вопрос номер 13. Какая снасть лучше всего подходит для ловли на раков? При ловле на силиконового рака очень полезно, когда удилище имеет мягкую такую фидерную вершинку. Такая вершинка дает возможность рыбе, когда она пробует приманку, заглотить рака. И если мы будем использовать спиннинг с жесткой вершинкой, то будет жесткий удар по спиннингу, рыболов сделает сильную подсечку, и приманка будет вырвана из пасти рыбы. А когда кончик спиннинга мягкий, или когда используется флуоресцентная леска, или флорокарбоновая леска, она смягчает этот удар, рыболов замечает поклевку и дает возможность рыбе заглотить приманку. Большинство раков на сегодня изготовлены из съедобного силикона, поэтому преждевременная подсечка – это определенное зло. И чтобы хорошо ловить на силиконовых съедобных раков, нужно обязательно использовать задержку в одну-две секунды перед тем, как подсекать. Раки – это очень интересный, эффективный и пока малоизвестный у нас тип силиконовых приманок. Очень мало рыболовов пытаются ловить на имитации ракообразных, да и рыба эти приманки еще совсем не знает, в отличие от тех же твистеров и виброхвостов. Кроме того, раки – это любимый и доступный рыбикорм. Как видите, все говорит о том, что силиконовые раки – это и теоретически, и практически удивительные уловистые приманки. С вами была программа «Чертова дюжина» и мы ее ведущие – Дмитрий Щербаков и Владимир Щербаков. До новых встреч в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова